Избирательные участки на улице или вызов членов избиркома на дом? Для кого созданы новые сервисы и как ими воспользоваться? Люди сами уже по себе идут сознательные. Постепенно к прежней жизни. Второй этап снятия ограничений. Открываются крупные магазины, детские и спортивные площадки. Мы очень рады, что ограничения потихо снимаются. Киберчемпионат, молодежное ток-шоу и розыгрыш призов. День молодежи в режиме онлайн. Как прошел многочасовой праздничный марафон. Молодежь компания решила не отставать от этих трендов. Это основные темы выпуска в эфире новости Альметьевска в студии Тимур Туманов. Здравствуйте. В Альметьевске продолжается голосование по поправкам Конституции. В городе и районе работает 116 избирательных участков. Некоторые из них расположены на улице. Сделано это для того, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией. О работе одного из таких участков, а также о том, что еще нового предлагают голосующим, расскажет Татьяна Леонтьева. Голосование на избирательном участке номер 779 проходит на улице. Во дворе школы номер 16 для этого оборудовали специальный шатер. На открытом воздухе меньше шансов подхватить коронавирус. Плюс ко всему участок регулярно дезинфицируют. Люди сами уже по себе идут сознательные, они уже стараются не толпиться, соблюдают дистанцию полтора-два метра. На входе здесь, как и на других участках, замеряют температуру. Выдают маски, перчатки и одноразовые ручки. Далее все стандартно. Избиратели регистрируются, после заходят в кабинки для голосования и опускают бюллетень в урну. Это долг каждого человека – поучаствовать в управлении страны, нашего государства. Всю жизнь голосуем, как говорится, с 18 лет, как исполнилось. Вот так и за все выборы. Мне кажется, это желание каждого человека. Хочет он приходить, пусть приходит, не хочет, пусть не приходит. Если возможности прийти на участок нет, можно пригласить членов избирательной комиссии на дом. В основном этой услугой пользуются пожилые люди. Необходимый набор голосующего, заявления, бюллетень, ручку, маску, перчатки. На участке запечатывают специальный пакет. Его и урну для бюллетеней сотрудники комиссии берут с собой и отправляются по адресам. Квартиру члены избиркома не проходят. Оставляют пакет на ручке двери, которую предварительно дезинфицируют. Урна тоже остается в подъезде. Подать заявку на голосование на дому можно в любое время, позвонив в свой избирательный участок. Голосование продолжится до 1 июля включительно. Татьяна Леонтьева, Ильшат Бахтиев, Альметиск ТВ. И еще по теме. В Татарстане заработал чат-бот в Телеграм для поиска участка голосования. Разработку презентовал республиканский центр избирком. Он позволяет избирателям найти свой участок. Чат работает по принципу виртуального диалога. Бот приветствует пользователей и предлагает все участки, расположенные поблизости. Кроме того, сервис может предоставить подробную информацию по каждому участку. Для этого нужно кликнуть на его адрес. И еще один плюс – возможность подыскать маршрут общественного транспорта, по которому будет удобнее доехать до выбранного участка. Аналогов сервиса в России не существует. Его работа рассчитана на жителей Татарстана. Республика постепенно переходит на второй этап снятия ограничений. С 29 июня в Татарстане открываются детские и спортивные площадки. Постепенно возвращаются к работе крупные магазины. Также с 1 июля разрешают открываться детским загородным лагерям. Как Альметьевск постепенно возвращается к прежней жизни, расскажем в сюжете. Очень рады, что наконец-то открыли детские площадки. Детей дома не сможет держать весь день. А тут вот, видите, пришли, гуляют, бегают. Очень долго ждали открытия площадок с нетерпением. Мы очень рады, что ограничения потихо снимаются. Сегодня на площадках в парках особенно многолюдно. С 29 июня в Татарстане открываются для посещения все детские и спортивные площадки. Эта новость порадовала не только детей, но и их родителей, бабушек и дедушек. Это лето, все хотят на улице, на природе быть свежим воздухом, подышать. И с внучками, своими с внуками порадоваться, погулять по парку. Деткам очень хочется поиграть на детских площадках. Будем играть, посещать каждый день такие места. Разрешено возобновить работу объектом розничной торговли площадью не более 800 квадратных метров, если у него имеется отдельный вход. И с 1 июля в республике планируют открытие детских оздоровительных лагерей. К заезду отдыхающих подготовились. В загородных лагерях проведена обработка против клещей и грызунов. Оттищена территория в радиусе 500 метров. Перерыв между сменами будет не менее двух дней, для того, чтобы как следует можно было почистить все и, соответственно, привести необходимые мероприятия в лагере. Наполняемость групп отрядов будет составлять не более 50% от нормативного, от проектной мощности лагеря. Это нужно, опять-таки, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Еще одно послабление касается возобновления межмуниципальных пассажирских перевозок детей для доставки их в летние лагеря отдыха и туристов. Для туристических поездок граждане должны иметь при себе подтверждающие документы, туристические путевки. Масочно-перчаточный режим сохраняется, как и ограничения для граждан старше 65 лет. Пожилым необходимо с 29 июня до 12 июля включительно соблюдать режим самоизоляции. Ангелина Хабибулина, Альметьевск ТВ День молодежи в компании Татнефть отметили онлайн. Вместо традиционной спартакиады – киберспортивный турнир. В прямом эфире провели конкурсы и разыграли призы. А завершилось все диджейским сетом под лазерной инсталляцией. Марафон в общей сложности продолжался более 10 часов. О нем расскажет моя коллега Татьяна Леонтьева. Мы даем старт празднику День молодежи! Все зрители этого торжества – по ту сторону экрана, смартфона или компьютера. День молодежи 2020 компании Татнефть прошел в интернете. Весь день на ютуб-канале «Прокачай молодежь» шли прямые трансляции. И даже спортсмены вступили в схватку онлайн. Вместо традиционной молодежной спартакиады состоялся чемпионат по киберспорту. Зрители смогли понаблюдать за финальными матчами в футбольном симуляторе FIFA и поболеть за любимую команду в NHL 20. А после увидеть бои по смешанным единоборствам в UFC. И сразу же, как мы видим, прижимает к сетке попытка тейкдауна, пока Паула Коста защищается. И смотрите, какой слэм. Еще одни зрелищные бои уже на танках прошли в игре World of Tanks. И в завершение чемпионата состоялся турнир по Доте 2. А далее в прямом эфире началось шоу с гостями, включи праздник. Гости в студии – активисты, молодежные лидеры, руководители управлений Татнефти. Первым гостем стал председатель молодежного комитета Татнефти Дмитрий Несмин. Текущий тренд. Сейчас все именитые площадки переходят в режим онлайн. И молодежь компания решила не отставать от этих трендов. И сделали для молодежи праздник в онлайн формате. В студии гости не только ответили на вопросы ведущих, но и сыграли в викторины и игры. К примеру, переводили слова с молодежного сленга или определяли предметы на ощупь. Павлу Москвину, председателю молодежного комитета компании «Система-сервис», выпало задание прочитать текст, сыграв определенную эмоцию. Немного теплее за стеклом, но в злые морозы вхожу в эти двери словно в сад южских цветов. Как человек, который замерзает. Я их-то хочу согреть тепло. Почему я хочу ему падать немного? Человек, который оправдывается. У всех на глазах. Это определенный вызов, наверное, потому что в нынешних условиях, когда вокруг все меняется, все к этому как бы шло давно, я считаю, что... Поэтому сегодня такой формат проведения Дня молодежи – это, на мой взгляд, еще один шаг на пути к какому-то развитию. Не дали заскучать и зрителям трансляции. Можно было дозвониться в студию и тоже поучаствовать в конкурсе. А еще принять участие в розыгрыше призов. В перерыве между беседами с гостями транслировались номера из музыкальной студии. Вечером на ютуб-канале прошла дискотека. Диджеи провели сет на территории котельной номер 2, рядом с лазерной инсталляцией «Нокта». Пандемия внесла коррективы в проведение ежегодного фестиваля Чувашей Закамья «Учук». 13 лет подряд праздник проходил около села Старая Суркино Альметьевского района. И впервые праздник прошел в онлайн-формате. Но менее зрелищным или душевным от этого не стал. Лиса Навзалова продолжит тему. Фольклорный ансамбль Нарспи Чувашско-Сиренского дома культуры – один из участников 14-го фестиваля Чувашей Закамья «Учук». Из-за пандемии праздник перенесли на онлайн-площадки. В свои выступления интернет-аудитории показали 11 фольклорных коллективов со всей республики. Каждый ансамбль подготовил что-то особенное. Представители Бугульминского района плели веники. В Менделинском и Алексеевском вспомнили главный обряд праздника «Учук». Они приготовили кашу на природе. Остальные устроили песни, пляски и хороводы. Ансамбли Старосуркинского и Новосуркинского сельских домов культуры поддержали интернет-флэшмоб. Они рассказали о культуре и традициях чувашского народа, пели и плясали, показывали народные игры и национальные обычаи. Ансамбль «Палан» из села Новая Суркина продемонстрировал проводы в армию по старинным чувашским обычаям. Стол накрыли угощениями. Несмотря на предстоящую разлуку, даже здесь не обошлось без песен с танцами. Это еще не все новости. Смотрите во второй части выпуска. Навели мосты. Что жители северной столицы знали об Альметьевске и что узнали после выпуска передачи «Телемост». Участие в подготовке эфира приняли журналисты нашей телекомпании. ЕГЭ скоро. В школах проходят пробные тестирования, чтобы убедиться, что экзаменам не помешают технические неполадки. По всей стране сегодня проходит сдача пробных ЕГЭ без присутствия школьников. В течение двух дней преподаватели будут тестировать готовность техники. 3 июля стартует сдача ЕГЭ. Испытания проходят только для тех, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. В этот день 228 альметьевских выпускников будут сдавать экзамены по географии, литературе и информатике. Повышенное внимание на экзаменах будет уделено санитарным мерам. Во время проведения ЕГЭ планируется использовать зигзообразную рассадку школьников. В помещении будет проводиться регулярная дезинфекция поверхностей. До начала экзамена всем замерят температуру. В одном кабинете смогут находиться не больше 12 человек. Учащиеся будут подходить к школе по специальному графику. То есть каждая школа в свое время. Будет организовано два входа. И каждому учреждению будет написано, какой вход. Первый или второй. Дальше при входе учащийся будет заходить по списку. Каждый учащийся будет проверять температуру и записывать. В течение двух дней, 6 и 7 июля, школьникам предстоит сдача обязательного экзамена по русскому языку. 10 июля по профильной математике. На 13 июля назначен ЕГЭ по истории и физике. На 16 июля по обществознанию и химии. 20 июля пройдет госэкзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 июля выпускники будут сдавать устную часть по иностранным языкам. На 24 июля назначили резервный день для сдачи всех экзаменов, кроме русского и иностранных языков. И 25 июля дополнительный день для сдачи всех предметов. У всех, кто не сможет сдать экзамен в июле по уважительным причинам, будет возможность сделать это в августе 3, 5, 7 и 8 числа. Лисанов Залова, Альмитиск ТВ. Санкт-Петербург и Альмитиск навели телемосты. Очередной выпуск проекта телемосты канала 78, входящего в состав медиахолдинга «Известия», был посвящен Альмитиску. Участие в подготовке эфира приняли журналисты телекомпании «Альмитиск ТВ». В сюжете вспомним самые интересные моменты эфира. И сегодня мы наводим телемост с городом Альмитиск. На протяжении всего эфира на прямой связи со студией Санкт-Петербургского канала были руководитель телекомпании «Альмитиск ТВ» Людмила Воронина, а также корреспондент и ведущий Тимур Туманов. В прямом эфире журналисты рассказали питерским коллегам, как Альмитиск встретил режим самоизоляции и как город постепенно возвращается к прежней жизни. В эфире были показаны несколько тематических сюжетов, подготовленных информационной службой «Альмитиск ТВ». Говорили и о том, что обязательно нужно сделать гостям нефтяной столицы. Погулять по городу, обязательно побывать в наших парках, на общественных пространствах, которые построены в последние годы по республиканским программам. В городском парке обязательно побывать, на пляж сходить, если это будет лето, посмотреть наш прекрасный пляж, посмотреть памятники наши. Также зрители увидели несколько коротких прямых включений с различными спикерами. Про работу волонтерских штабов рассказал координатор движения «Помощь рядом» Вячеслав Колотовкин. Руководитель бегового сообщества Русты Масалимов поделился, как альмитиские спортсмены смогли добиться включения в систему электронных пропусков в цели, позволяющие тренировки на улице. Питерские коллеги, в свою очередь, показали опрос, в котором жители северной столицы рассказали, что они знают про Альмитиск. Был научно какое-то время закрытым городом. И, учитывая расположение, скорее всего, это ядерное оружие. Тоже ничего не могу сказать. Не, не знаю. Альмитиск – это где-то ближе к Казахстану, по-моему, там. Казахстан, по-моему. Говорили о том, что делает Альмитиск непохожим ни на один из городов России. Куратор проекта «Сказки о золотых яблоках» Полина Ёж говорила о пятилетней паблик-арт-программе. Вилогет Дина Нургалиева рассказала, почему Альмитиск называют виллы столицей мира. На экскурсию в Мемориальный музей имени Резы Фахредина пригласила его руководитель Диляра Гемранова. Во время последнего включения на связь со студией вышел народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. Он рассказал, как Альмитиск познакомил его со стихами Николая Рубцова. Вышло так, что певец в одном из книжных магазинов нашел сборник стихов тогда еще неизвестного поэта. Залы были полны на мои концерты, поэтому я с большим удовольствием приезжал в Альмитиск. Тиана Леонтьева, Лейсанов Залова, Альмитиск ТВ. И расскажем о погоде на предстоящие сутки. 30 июня в Альмитиске будет облачно с прояснениями. Днем обещают небольшой дождь. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, днем плюс 15. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. Там мы размещаем полные выпуски передач, оперативную информацию, полезные материалы. Связаться с нами удобно через мессенджер в WhatsApp, а также страницы в соцсетях. Кроме того, в Instagram и ВКонтакте вечерний выпуск новостей выходит в прямом эфире. Заходите и подписывайтесь на уведомления о трансляциях, чтобы не пропустить. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова